Я около школы тут. На работу человек бежит. Вот как по Теряевке-то все. По-другому. Вот. Кто-то прямой репортаж делает, пишет. Потом скроешь это дело. Я сейчас покажу. Вот так. Это что у нас? Потеряевская школа. Ей дрова нужны. А тут же находится и храм Божий. Вот. Святая Анфимовская община, поселка Потеряевка. А это Виталий Калиников. Вот он, что нарубил дров. Сколько? Пожалуйста. Собирают мусор отдельно. Вот он, мусор у меня. Но это пирамида. Намного выше роста человеческого. И тут вот еще дрова. И там тоже мусор. Его можно сжигать. А это заросли крапивы. Намного выше роста человеческого. На них еще росинки. Утро ранее. В 8 мы в 4.40 встаем. Вот так. Вот какие присообщенки. Это бы за границей еще могли сделать. Это ветла. Правильно, как Коля. Три удара. Это сараюшка школьная. Это рядом Игорь сушилку купил. Это очень дорогая штука оказалась. А это его склад. Обрабатывает там, продает. 502 квадратных метра я замерил. Это я залез на пеньки. Сейчас Володя придет. Наверное, скотчем, да, Игнатик? Ну ладно, смотри. Чуть от этого, от кого. Да, это замотать надо чем-то было бы. Но у меня ничего с собой такого нет. У меня есть скотч дома. Давай, ремонтируй. Ну это надо бежать туда, домой. Сейчас, подожди. Так, что говоришь-то? Ну у меня дома скотч, домики. Ну что, домой что ли пойдешь? Ну я не знаю. Да нет, пока держись. Сейчас подойдет у меня. Володя должен подъехать. Мы можем сказать или позвонить. Рукой пока зажимай. А почему он так? Ты вот так колотишь вниз? Ну потому что этот слетает. А почему он слетает? Ну я вот видите, сколько уже забил, расклинил, но... Но расклинил-то правильно я сделал. Расклинил. Это какое отверстие больше? Это или это? Какое больше? Вот это, по всей видимости, больше. Большое, да? Так оно не с той стороны тогда насажено. Надо забивать с маленькой стороны. А большую раздирать. Поэтому оно и соскакивает. А когда правильно насажено, тогда ни одной вот это не надо. Там что ты забил? Гвозди? Да. А это ничего не дает. Ну нет, оно помогло на какое-то время. Ну я тебе говорю, как надо. Всегда забивается с маленькой стороны. Я... Опыта нет, Игнатихович. Ну, я тебе сказал. Я понял. Надо проверить сейчас только, с какой ты стороны забил. С большой или с маленькой? Ну это Володя насаживал, я не знаю как. Но с Володей он правильно насаживал. Вот он как катится, Володя. Сейчас ты ему покажешь. Вот он идет. Давай топор сейчас покажешь ему. Топор твой, он, видишь, ручка вон так вот насаживает, все, выскакивает. И ручка у него лопнулась. Да, она уже была к этому, расположена. Так, иди-ка сюда, Виталий. Давай мы с тобой тут соседим маленькую вот эту еще ручку. А ты стой стараться. Нет, вот так вот мы сядем, давай. Чтобы оттуда ты ему был. От солнца. Чурка вот эта вот сюда. Вот хорошая чурка, знаете. Давай. Смотри. Вот туда. Вот прямежутка. Рядом спасай. О! Вот сюда вот сидись. Давай. Давай, доставь парами, пойду. Садись. Не надо, Виталий. Еще, садись туда. Видите, ее продерну вперед. Посюда вот так, чтобы повернуть. А вот сюда вот ее, по двери. Еще. Объявится. Вот оттуда-то можешь, Володя, сесть на чурку. Чурку переверни, он туда ее переверни. Сейчас, думаю, это установит ее. Вот так. Так, Володя, быстренько обойди и машину сюда. Подойди. Все, он набрал. Да рука круг. Обойди номера все снимет. Это вот брат у Игоря барабашу. Приехали с зерном. Добрый день. Это что вы взяли у Игоря-то? Письмень, да? Угу. Посмотри, как раскатывает он вперед. Посмотри. Накрывает, чтобы не надевал. Кидает, поднимает, а потом бросает. Да? А потом натянет, она у него будет делать, да? Сейчас мы подойдем. Давай-ка сделаем. Сколько это там машина? Там вторая или третья? Это вторая. Это вторая? Да. Это самая, да? А вторая, третья не было? Я не видел. Доброго дня. А вторая. Субтитры сделал DimaTorzok 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 было. Ну я думаю, сейчас я заработаю тебе денег. В долг брать это не денег, абсолютно нет. Ну нет, это на развитие фирмы. Мои партнеры меня уговорили как бы, вот ты типа чистая, кредитная история чистая у тебя, возьми. Я хотел миллион взять, полтора миллиона. Даже. Ну такой отчаянный был. Дурной, а не отчаянный. Ну дурной, да. Не о чем рассчитывать, все брал. А должник делается рабом-заимодавцем. И все, в итоге они все ушли в стороны, и на мне осталось все. Как обычно, классика жена-то могла знать, что ты такой олах. Ну я-то пытался наоборот по своему глупости своей, по своему оленизму, так скажем, такой термин есть. Мужчина, который глупый. Олень. Я вот пытался угодить жене, подкаблучник бабараб. Вот. И много я разных способов пытал. Ну и ничего, все безуспешно. Сколько ты денег не даешь, космическая черная дыра, она засасывает, и мало все. Понятно. Так что, эти все варианты испробованы, я понял, что это все бесполезно. И мне стали все, и священники, и с кем бы я ни общался, все говорят, ну оставь ты ее, оставь, оставь покоя. Найди себе новую, там, какую-то женщину, еще что-то. Зачем? Ну, так мне советовали. Ну, как можно советовать, когда ты своей венчаной? Да. Ну, а как ты можешь просить, когда она живая? Опять же, вот такой вопрос, Игнать Игнатьевич, я понимаю это, но, смотрите, когда я узнал, мне вот Каунов, отец Константин, знаете его, да? Большой такой. Отец Константин Каунов, знаете же? Не знаю. Может быть, видела. Ну, он такой, как большой-большой священник. Он в РПЦЗ был в свое время, и они мне рассказали, что ты брат не крещеный, что ты, когда, говорит, тебя окрестили? В три года. Погружали? Нет, я говорю, скорее всего, нет, обливали. И они меня убедили, что тебе нужно погружать. И они меня погрузили, вот. Так вот, выходит, венчался-то я до. Это не имеет значения. Не имеет значения. Они никакого отношения не имеют. Ну вот, то есть. У нас приезжает, иеромонах, допустим, крестится, а как же, а я служил витургию? Да никак, иди, служи опять. Ну вот, то есть, и самое интересное, когда, вот, меня они погрузили три раза, и я приехал, и все, и ко мне такого отношения было, да, такое темное, все, но такого, прям, как врага встретили. Штыки, прям, просто. Сразу-таки пошли, ну, как сказать, гонения, нападки там. Это они все одинаково, папы, потому что они захватили власть, они не крестят, они безумствуют, а католичные. Брызгает на кого-то, ладошкой мокрой задел, все покрестил, это обман. Такого крещения церковь никогда не знала. и поэтому, ты этим своим фактом показал, что они все лжицы, и поэтому они тебе сразу объявляют войну, потому что ты объявил войну и безумие. Вот причина какая. Ну, и они тоже сполошились, Настя с мамой. Ну, мама, ой, Настя в то время была очень сильно подвержена влиянию материнскому. Ну, то есть, буквально она за нее все решала и думала. Это сейчас может она как-то борется самостоятельно. Ну, опять же, а как... А сына сколько? 12. С двух лет я его не вижу. Так, а до скольки лет платить-то? Ну, до 18. Еще пять лет. И у меня, видите, еще такой факт интересный. Средняя заработная плата, если ты не работаешь, вот, если ты нигде не работаешь, ну, официально, да, не числишься, то ты должен платить 1 четвертую средней заработной плате по Российской Федерации, которая сейчас составляет порядка 40 тысяч рублей. Средняя? Да, вот так решили. Ну, высчитали. Откуда она 40? Это надо у депутатов спрашивать. Вот, они вот так вот. И она меняется плюс-минус там тысяча, две в одну, то в другую сторону. Так вот, и я сейчас должен платить практически 10 тысяч в месяц. Ну, я плачу. Есть там лазейки, то есть я плачу по минимуму. Тоже это... Но долг копится. То есть у меня уже там накопилось порядка 300 тысяч даже больше. Потому что я же не 10 тысяч плачу, а там... Да откуда средний-то заработок? Ну, это высчитали так наши удивительные. У нас в Омске, вот реально, по факту, он практически так же, как Алтайский край. Там в конце списка по уровню жизни, по уровню заработной платы идет. У нас 10 тысяч это вот средняя заработная плата. 10 тысяч. То есть так и даже из этого и пусть вещи... И это понимают приставы кое-какие. Не все, конечно, но и они идут навстречу, как бы там закрывают глаза и все остальное. Как мужики, например, платят. и так далее. У меня была очень хорошая пристава, сейчас немножко другая, поменялись. Это вот как раз мне сразу и впаяло эти наказания. Дальше, так какая у тебя перспектива? Перспектива? Ну, да. Тебя сейчас за границу не выпустят. Нет, за границу не выпустят. А зачем? Да нет, примерно, я думаю. Если бы родители, например, уже почили бы, да, ну, можно было бы подумать и за границу. Но опять же, хорошо там, где нас нет. Я против за границу, я просто узнать хотел. А мне, Игнат Тихонович, настолько я понял все и историю, и что есть Российская Федерация, и что есть Московская Патриархия, и все остальное. У меня уже нету никакого света в окошке. Я не вижу будущности у этой страны. За пять минут удовольствия и сколько ты терпишь, беднязи? Да? Смерть, как там, женщина, как бы, знаете, женщина из очень... Это ужасно. Мотивация, если честно говоря, у меня нету мотивации, нету мотивации, нету желания, понимаете? У желания нету, ты должен работать. У тебя почему постоянно этой работы нету? Я не могу прийти. Потому что нет мотивации. И нет. У нас все отнимали, а мы продолжали работать. Колхоз работал бесплатно. А не работают? Ну, я работаю вот так, предпринимателям помогаю, но официально нигде не работаю. Ну, официально. У тебя стажа никакого нет? А сейчас стаж бесполезный, это все. Сейчас же пенсию потихоньку сворачивают, не будет пенсии. Сейчас возвращаются к тому, что... сколько ты дней здесь работаешь уже? Сколько часов? Часов уже под 80 подходит. Ты записываешь? Да. Все в тетрадке веду. А перед кем ты отсчитываешься здесь? Кто за тобой смотрит? кто смотрит? Ну, Игорь Барабаш постоянно напротив работает, посмотрит на меня. тебе дадут какую-то справку они? Ну, ну, да. Бумагу напишут, что отработал, печать поставят. Я предъявлю. А им-то от этого еще. А им ничего. Они вот просто... Сейчас же вообще уголовное наказуемое даже может быть. То есть, если ты вообще не будешь платить и вот как бы встанешь, вот все, принципы, они тебя возьмут и принудительно куда-нибудь отправят на подселение в какую-то местность там сельскую, как правило. И все, и будешь ты зарабатывать и долг все давать заставлять. Да какая-то раб, самостоящая. Это рабство и есть. Это все специально сделано. Сейчас женщина, когда вот ты регистрируешь брак в ЗАГСе, то ты вот ты лежишь, вот она лежит, а между вами государство и она не твоя жена, она жена государства, вот этого большого мужа с большой буквы, так скажем. И он ей пределы дозволенного все государство женщине диктует. А мужчина это как приложение, это вот до меня дошло постепенно. А во сколько лет ты женился? 27. 27, ты ничего еще не знал? Вообще, я был как просто ежик в тумане. Так. А 27 это рано жениться, еще ничего не знает. Ну я вот, ну у меня священник же, он говорит, я тебя найду, и я вот. Ты все это понял, это, что вот так и благополучно будет? В каком возрасте? Я недавно понял, я стал, ну сколько? Вот на вас посмотрел, ваш опыт, я многих слушал, анализировал, смотрел, и постепенно. Да вот недавно я только, можно сказать, к 40 годам-то пришел каким-то. А что ты говоришь на наш опыт? В чем опыт наш? Ну ваш опыт, я вижу, что у вас в семье патриархат. Да. Патриархат, который сейчас, к сожалению, просто выжжен огнем и мечом, я не знаю, его нету, его просто нету. И благодаря корням старообряческим, благодаря евангельской вере, Духу Святому и так далее, вы сумели это все сохранить. Да. Вот и все. Я вижу пример... А тебе может кто-то помочь? Допустим, вот сейчас ты познакомился с людьми у нас, и кто-то хочет тебе помочь, чтобы ты жил свободен. Тебе никак, только деньгами. А вы имеете в виду долг? Ну да. Ну да, чтобы с женой были хорошие отношения. Вот сейчас, допустим, к тебе кто-то расположился, дядя Вова, и хочет тебе помочь, чтобы ты был, как он, свободный. Не получится? А разное... Сейчас можно... Знаете, как делается? Вот, например, женщина пришла в себя, такое тоже бывает редко, вот, она может пойти взять заявление, и все, и все, аннулируется долг. Это вот один из вариантов. Этого не будет. Потом, например, ты ей, например, отправляешь 5 тысяч, а она пишет, что 10 отправил. Ну, то есть, тоже идет навстречу. Это уже ложь. Не, ну... Я никак. Мне даже пристав сам говорил, пускай она так у тебя делает. Я говорю... Я знаю священник, он, когда первый брак у него был, до священства, он потом женился, разрешение получил, и он с женой договорился платить ей без всяких... И он платил хорошо, на хорошей работе. И он платил, и вопросов никогда не возникало. Она обучение, алименты получала даже меньше, чем он ей каждый месяц отчислял. Такой вариант у тебя нельзя было сделать? Так я... Мне не жалко денег. Все мое, все сына. Так у тебя еще нет денег. Так что жалко? Не жалеть ничего. Так потому что я... Мне... Я и специально не зарабатываю. Мне это... Мне просто... Я же говорю, мне нет желания, ни мотивации зарабатывать. Вот и все. В советское время я встречал одного. Его фамилия-то Попов. Так он говорил, чтобы разрушить эту систему, не надо работать. Ну, выпивает, и не работает на эту систему. Не, ну... Вы же видите, я не выпиваю. Можно не выпивать, а не работать. Это остается... Я работаю, я работаю предприниматель. Вижу, что бизнес. Вот вы... Я тогда православным хотел помочь, но вы меня переубедили, что вот эти фонды все, это все отлукаво. Ну, я бы не стал. Не отлукаво, вот что мы делаем. Конкретно. Вот он сейчас продает ящемень, мы посмотрели. 4,5 рубля за килограмм. Это ужас. Это горющее даже не оправдает. Ну, вот мы же понимаем, что это все сделали искусственно, создали. Это грабеж народа. Вот они... Я не знаю, барабаш это просто какой-то подвижник нашего времени. Герой, безбашенный герой. За счет короб держится. А так это все убыточное сельское хозяйство. Никто этим и не занимается, поэтому. Просто на барабаша, я не знаю, ему памятник надо при жизни поставить. сейчас вот купил, он косилку, 100 тысяч отдал, не считая подвоза. И ты сейчас намерен в Потеряевке долго еще быть? Да я, я, Геннадий Тихонович, как сказать, размышляю, ну, что, как. Когда? Во время работы или в ночи? Всегда. Ночью я сплю, как убитый, потому что еще организм не втянулся. А сейчас польза все-таки есть от того, что тебя заставили работать. И спишь, по крайней мере, нормально. Я хотел раньше приехать в Потеряевку, но вот в связи с санкциями с этими, и потом этот ее подруг, дружок тоже стал мне угрожать там. Они мне вообще там уголовно, ну, угрожали, что там посадят меня. Он, он. И посадят, ничего не стоит. Вот. И я, я остановился, выжидал, думаю, ну, давай сейчас помиримся с тобой. И вот. Ну, и потом вот этот произошел суд, и 80, я, я так воспользовался, думаю, ну, давайте я православной деревне-то отработаю. И они меня, они согласились. Ну, я не знаю, вот сейчас надо с ней еще контактно наладить, потому что у них там семь пятниц на неделю, что они, действительно. Ты видишь, какие обуви, какая обувь у меня? Да. Вот эта сторония тоже. Продуваемая. Ну, какие с меня элементы, возьмут? У меня все, ганят, на штаны, на все. Вчера я их починил, посмотри, новые заплаты. Видно? Да. Ну, вот все она бы с меня взяла, посадили только, но до этого доводить не надо. А вы бы стали, Игнать Тихонович, платить, да? За что? Ну, я бы не стал ребенка заводить, не стал бы жениться. Это предыдущее, что ты делал. Не знал я, что так, что такое. И в первую очередь не женись. Павел говорит, будете иметь скорбь по плоти. А мне вас жаль. Ты это не слыхал? Слыхал, но он не доходит пока. Он сейчас доходит? Доходит. Необходимо было. Царя расстреляли, позавчера отмечали это, 17-18 июля, 100 лет назад. Вся страна пошла на Голгофу за ним вместе. Мы должны как-то в этой обстановке остаться именно христианами. Работать хорошо и платить хорошо. И она бы поняла, что воевать будет, она ничего не будет. Игнать Тихонович, так а с прелюбодейкой же уже нельзя мерить. А тебе не надо. Я просто по подписанию. Ты не общаешься с ней, с прелюбодейкой. Ты перед законом, сейчас тебя закон-то не за прелюбодействует. Закон за то, что ты якобы не содержишь ребенка. Я говорю, дорогие мои, а почему же она нарушает закон, всячески прячет от меня его? Сейчас, говорит, тебя разбираем, а с ним и разберемся. Нет, я им говорю, судье, я прям судьей, прям вот так вот общаюсь. Ну, она говорит, ну, в суд иди, в суд, в суд, обращайся в суд. Она в суд обращается. Мировой в этот век. А в суд обращайся, надо деньги платить. Ну да. А у тебя нету. И они будут решать не так, как совесть подсказывает, а как им пункт закона говорит. Да. А по пункту закона, она должна душить тебя. Да. Заставить работать. И ты это понимаешь. Да. И ты перед ней никто. Да. Ты раб. Так и есть. Тебе говорили, не женись. Зачем ты женился? Никто мне не говорил. Ты бы на ней не женился. Она имела к тебе претензии? Не было бы. Не было бы. Сына не было бы. Да и сына бы не было на свете. Вот так. С любой стороны зайди, виновен полностью ты. Ну, так-то да. У тебя имя какое? Виталий? А что я? Виталий что означает? Жизненный. Жизненный. А ты мертвый. Игнатих, так я в ад что ли пойду? Тебе надо было имя отдать не это, а навы. Это как? Смерть. Ну, как это. Наимень прекрасная. Она говорит, не зовите Наимень, но мара. Мара значит горькая. Игнатих, вы говорите, что зависит от того... Добрый день. Добрый день. Добрый день. Вам в работе их не нужен? Нужен. Свободен через несколько дней будет. Хорошо. Ты не подведи, он хороший Терентий. Университет закончил, а смотри, работает как. Да, они хорошие, вся семья. Вся семья. Она закончила, вышла замуж. Он работает в научном институте где-то, Марк. А она медицинский закончила. Игнатих, вы мне объясните, он за идею трудится, барабаш? Нет. Раз ему, раз нет дохода-то от сельского хозяйства. Как? Да так, надежда на завтра, что что-то изменится. Когда большой объем работает, тогда что-то где-то остается. А когда маленький, то и тебе трактор состоит половина. И поэтому он на днях выкупил, где-то там 80 тысяч, что ли, отдал, еще гектаров приобрел. то есть он объемом хочет взять? Да. Потому что, говорит, мы здесь теперь двое, сын, и Еремия подрастает уже, ему 14-15 лет. Еремия. Но они все богатые. Так, тебе помощь в чем нужна от нас конкретно сейчас? Молитвы. Молитвы. Вы сказали, что если, ну вот, прелюбая, если одна половина в ад идет, и вторая тоже за ней, что ли, идет? Не знаю. Каждый сам от себя зависит. Ты сейчас вот это упрекать, она прелюбодейка, и прочее, это ничего не дает, кроме того, что ты себе нагоняешь плюсы, а на самом деле минус. Она скажет, ты меня к этому побудил, и она докажет. Я бы не была такой, она ничего не зарабатывает, ничего нету, такой характер, я поэтому ушла. Она тебя задавит. Ну, это же не причина. Задавит тебя вонью. Пред Богом. Вот так. Ну, вонью, она, конечно, задавит, она все уже. Я имею в виду всякий упрек, грех и проще. Не надо с ней. Установи хорошее отношение, чтобы она благоухала. Она тебя... Да безуменный, нечестив, содержащий прелюбодейку. Как она? А ты не держи, и содержи. Ты по закону делаешь. У тебя сын там. И для него это как раз... Сын от меня практически, она уже так его научила, что он... Меньше отвечать. Отрекает. Ты так знаешь, я его не воспитываю, он вырастет хулиганом, я не отвечаю. У тебя большой плюс. Ты за него не отвечаешь, а воспитать молодежь... А сердце-то болит за него. Тогда не могу сказать. По сердцу работай. Постоянную работу найди. Меня спрашивают, почему у Виталия нет постоянной работы? Я говорю, я спрошу. Что, они хотят предложить работу, что ли? Или что? Они предложат работу, в которой они работают. Он человек, этот программист, и теперь организовал свою фирму. Это я знаю, кто это спрашивал. Ну вот. И он очень честный человек, исключительно честный. Да, он хороший. А? Он хороший. Очень хороший, честный. Особенно для меня. Он мне и компьютер все купил. Он только мне сказал, закрой глаза. А потом он говорит, пообещайте, что будете меня слушать все. А сам в это время монтирует новый компьютер, самый современный. Ты его знаешь. Пусть и он бы с тобой хорошее отношение завел. Ну, я у него... Ну, он все ссылается, что очень занят. Ну да, это никак. Он по вызовам везде. Очень далеко до Москвы знают его. Наши ребята в спросе. Даже юрист, возьми, Севастьян, его постоянно вызывают я. Как будто своих юристов в Москве нет. Мне один парень предложил начитывать проповеди ваши. И за это деньги он готов платить. Тебе не насчитать их. Стихотворения? Проповеди. Ты спрашиваешь, несколько куплетов в одном стихотворении, что они означают. А проповедь тебе не взять мои. Они тебе не по росту. Мои проповеди считают, когда я епископ, он хлопает книгой вот так вот. Ну, я не знаю. Вот проповеди, я практически все понимаю, о чем речь. Не понимать. А именно войти в эту систему, в роль, как говорят. в вашу шкуру никто не войдет, Игнатик. Ну да. А вот я когда считал жития святых, я в них входил в жизнь. Я читал, сгорал и плакал. Поэтому так оно слушается, как книга отец Арсения насчитывал. По сегодняшний день люди ее пользуются спросом. Так, ну что, я тебя оставляю. Желаю тебе молитвы, Игнатик. Ну да, помолимся. А ты сейчас покажи, какая у тебя здесь куча-то. Залезь и шапочкой помахай нам. Давай, Володя, посмотрим. Так, на, рукавички, Тоня, рукавички нам помашь. С той стороны, с торца, зайди и по верху пройди. С инструментом. Да возьми, возьми, возьми. Оттуда такое покажешь. Я вот это, значит. Вот это. Вот это да. А то что это такое? Это батюшки. Батюшки. Ну, батюшки все такое шикарное. Сломай его, смотри. Заверни. Вот отсюда стартарь. Не ходи. Во, 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 во. Отсюда залазь. Назад, вернись. Вот отсюда. Ее видно. Вот где? Вот первое полено. Во, пошел. Господи, благослови, Виталию. Ищись, я сожжену его. Так, я сейчас замерю. Вот. А вы не забывайте, что куча-то вот так идет. А? Куча-то идет как бы пирамидой. Я в среднем взял. Ну, че, привет. Вы башки кто? Вот. Пожалуйста. А тут храм рядывает. Вообще. Желаем тебе блага. Перед тобой все шутки и другие монеты, чтобы поплатили. И высылай деньги. Не жди второго суда. В долги ты брал, это глупость. Ну, а это... Николай Тихонич, с меня сняли все. У меня, у меня ни одного рубля за всю жизнь не было долго. Я буду грызть, что попало гнилушки, но в долг не пойду. Я не для себя же брал. Он говорит, с него все сняли уже. Я слышал. Ну, все тогда, мы пошли наилучших благ тебе. Спасибо Христосу. Давай. Давай, образ Бога. Делай так, чтобы тебя не выгнешь, потеряешь тебя. Слушайся. У Барабаша будешь работать, обижен не будешь. Вот особенно у Барабаша начнется когда, тут надо ему и ощущать, и все время. И будь у него, одно слово сказал, бегом. Или так, я устал. Как-то ты один раз брякнул мне, от тебя вышел сразу. Через минуту я тебя уже не хочу видеть. Зачем это нужно? 40 лет устал. До 60 лет это слово даже не произноси. В человеке огромный потенциал заложен. Ну, все, пошли. Слава Христу. Полудина до этого.